В мире, вернее, в мирное время, для нас с вами, когда мы до войны вспоминаем о том, что происходило, да, мы часто, может быть, какой-то жалостью смотрим и сказали, а вот много хотели сделать, а не успели. Мы, столько было планов на будущее, да, а вот каким-то образом все оборвалось вот в это время. Я хочу сказать, что мы всегда сравниваем свое земное благосостояние с некоторым благорасположением Божьим. Когда у нас все хорошо, мы, как бы, Бог на нашей стороне, как будто, знаете, Он обязан нам, как бы, это все сделать. И я хочу сказать, что, именно, слава Богу, что благорасположение Бога в нашей жизни, оно проявляется, когда мы приходим к Нему, все в своем сердце, все в своей жизни. Оно происходит. Некоторые из нас даже испытывали Бога, Господа, Бога нашего, да, и мы Его испытывали. Испытывали в финансах, в даяниях, вернее, даже, можно, в десятинах. И относительно процветания, когда весь на фоне экономического упадка мы видели, как Бог выходил навстречу в работе, в клиентах. Может быть, не было такого величайшего прибыли во время экономического спада, да, но мы видели, как Бог на нашу верность, Он был благосклонен. Знаю таких людей, которые четко усвоили правила Божьего Слова. То есть, правила в чем? Благословляющий тебя будет благословен. Я знаю некоторых людей, которые сделали для себя четкую позицию. К иудею, в первую очередь, благословить Израиль. Четко они поняли эту формулу такую, да. И они увидели этот успех в своей жизни и это верное благословение. Их жизнь стала процветать. Их спрашивают, а в чем секрет? Он говорит, знаешь, один раз понял в своей жизни, что благословляющий тебя будет благословен. Я понял, что евреев нужно не бить, а благословлять. Благословлять. Относиться к ним нисходительно. Любить Божий народ. Когда только я сделал в своем сердце решение, вдруг в моей жизни повернулось все в другую сторону. Знаете, нам с вами очень хочется, чтобы такая формула благорасположения существовала всегда. Аминь. Лично я, я не против. Я не против, чтобы видеть благоденствие собственной жизни. Жизнь моих детей, внуков. И думаю, что Всевышнему тоже нравится, чтобы у нас была такая перспектива. Но, как говорят у нас в Одессе, не все так будет. И не всегда так будет. Не всегда. Почему-то мы думаем, что благорасположение, оно только проявляется именно когда мы успешны. И что, когда приходит такое слово, на украинскую мову, лыхо, тогда что-то там не благорасположено к нам. Я хочу зачитать и начать свое послание с Псалма Тигелым 41, 9 по 12 стих. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему моя. Да, или это у меня к нему. То есть молитва к Богу в жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую, хожу от оскорблений врага? Актуально, да, получается. Как бы поражаемые кости мои ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой, я дополнил здесь, где купол ваш? Что унываешь, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Очень интересно, знаете, вот, в Псалме ты видишь, что благоденствие или же благорасположение Божье, оно проявляется не так, когда ты раскошенствуешься, когда ты процветаешь, когда все умножается, экономика, и ты просто в расцвете всякого благодати Божьей. Да, вот такой. Оно проявляется, когда приходят тесные времена. История исхода израильского народа из египетской страны очень интересная. Когда фараон позволил рабам, имеющие свой город, и вы помните, что у Израиля поселился в городе, у них была своя земля, они там жили. Иосиф там их поселил, вот они жили, над ним был последний свет, когда была тьма во всем Египте. Когда фараон решил все-таки отпустить после всех казней евреев, они, уходя в свободную страну, уходя в обеспечение, то есть Божье обетование, помните, я дам тебе землю, где будет молоко и мед, полное благословение. Вдруг в какой-то момент, я даже не знаю, что его укусило, он передумал, решил силой вернуть Израиль опять в империю рабства, и если не вернуть, то точно уничтожить, а все то, что Бог Израиля сделал с его страной. Вы согласны со мной? Помните ту историю или нет? А если мы так вот вспоминаем те истории, возможно ли, что мы можем проживать некое состояние исхода вот сейчас тоже? Ну есть какая-то схожесть, да? Мы хотим быть свободными, жить в достатке. И вдруг кого-то, да, что-то укусило. У нас была своя земля, свои города. Нам дали в одно время выйти из этого рабства. Вдруг что-то укусило. Увидев армию фараоном, евреи после радостного избавления в Песах, ну как завелось у всех евреев, вдруг у них началась паника. У кого не бывает. Их радость обернулась в сетование, или же, можно говорить, такой скромный ропот. Повернули, не туда, привел к морю. Все, капец, все, хавайся, нам уже жить не за что. Опять в рабство. Благосклонность Бога в исходе превратила в ужас и погибель. То есть благосклонность, когда выходили из Египта, Божья благосклонность, к целям каким-то, с надеждой, с песнями, все вышли, да, не без трудностей, но вышли. Но вдруг мы видим, что эта благосклонность, которая вывела их из рабства, и вот скажу вам, они смотрят на все, что происходит перед ними, у них ужас. Но наши пути не Божьи пути, и Божьи пути не наши пути. Его благосклонность ускрутит, да, слово такое в беде. У Бога была склонность именно к скруте. Не всегда нам возможно ее понять. Мы не можем ее понять. Другими словами, когда мы не понимаем, что мы можем пройти через море, что в этой ситуации, в этой скруте, в этих обстоятельствах, что за нами гонятся, а мы убегаем, а нас не догонят. Вы понимаете, о чем я говорю? Благосклонность, скрути, да, что мы убегаем, а нас не догонят. Стенки стоят, и страшно. Представляете, вот как в мультике, помните, мы детские, смотришь, особенно за исход, и там эти стены стоят, да, тут предплывает кит. Ну, я не знаю, что там было, но эти стены, это может быть ветер, это то, что происходит, страх и ужас. Но ты понимаешь, что тебе, ну, в этой скрутит, в этих трудностях, она, эти стены не обвалятся, ты не потопишь, Бог не потопит тебя, ты посуху прошел по этому интересному морю, морю красному, но сухопутная флотилия карликового фараона, владыки страны рабов и халуев остались на дне, ну, совсем красного моря, как флаг СССР. И все, там же и остались, где тот кресло, и Моцква стоит. Вы слышите, вы слушаете, я не говорю то, что я вот, как бы, надсмехаюсь. Я говорю о том, что во время трудных переживаний, ситуации, Бог благоволит, чтобы мы вышли, а то, что за нами идет, то, что преследует нас, то, что наши проблемы, наше здоровье, возможно, наше безденежье, наша нищета, возможно, наше состояние, как бы сказать, безнадеги такой, да, чтобы она, это все, остались там, пучине этих вод. Возможно, Бог проводит тебя или меня через годину такое выпробование, через годину выпробования, испытания, для того, чтобы потопить навсегда все то, что тебя преследовало преследовало в святую жизнь. То, что тебя порабощало и издевалось над тобой в святую жизнь, как фараон, который преследовал Израиль, оставить там, или восток, который преследует Киевскую Русь. Я не знаю, что бы это было, но если бы Господь не потопил египетское войско в пучине Красного моря, евреи бы оглядывались назад со страхом, думая о том, что за ними могут прийти в любой момент. Я хочу, чтобы вы понимали это, что если бы этого не произошло в это время ужаса, который их объял, тогда этот ропот, они видят, что все, мы избавились от Египта, а теперь Египет пришел к нам опять. Вернуть нас в рабство, в империю зла, чтобы оставить нам рыбами навсегда, мы не хотим любоничтожить. И вот если бы этого не было, если бы они не увидели, что Бог потопил ихнее прошлое, то, что их преследовало, они бы оборачивались каждый раз обратно и думая, кто опять придет за ними. Когда что-то происходит, не так, как мы хотели бы, люди говорят заезженную фразу, жизнь несправедлива. Да, кто из вас понимает, что мы говорим? Что-то произошло, говорит, ну, нет в жизни справедливости, ну, хочется по-другому как-то, вот заезженная, заученная фраза. И это всего лишь наш с вами вывод с тех вот дел, которые мы делаем. Это наш собственный вывод с точки зрения нашей проблемы. И мы говорим, ну, нет справедливости. но Божья перспектива жизни несомненно иная. У Бога совсем другие взгляды на жизнь, в которой мы с вами живем. У Него есть цель. Да, цель, нехорошая цель. Во-первых, первая цель это нехорошо быть мужчиной одному. и Бог не создал Адама и Адама. Если так кто-то думает что-то в другую сторону. Да. У Него цель, чтобы мы были счастливы. Божья перспектива жизни абсолютно иная. Его благоволение посреди бедствий, посреди лыха имеет цель для того, чтобы нас избавить от того, что нас преследует. Псалом 17. Сегодня у меня много псалмов. По Писанию говорит, кто стражит опойте псалмы. Не пейте, а пойте. Пьют. Но это на еврей еще пьют. Есть такое выражение, как молитва такая. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу мою возвал. И он услышал от святого чертога своего голос мой и вопль мой дошел до слуха его. Как будто он глухой. Но вопль только тогда поднимается, когда нам что? Уронят на ногу кирпич. Кто-то наступит в трамвае на наш любимый мизинец. Мы кричим так, чтобы люди услышали наш вопль. Я думаю, что когда приходит ситуация и вот слово теснота на еврей цаар. Слово теснота цаар это тесное место притеснение скорбь бедствия нужда в нужде своей вопль я вызвал к Богу и был услышан. Давайте я продолжу еще несколько стихов из этого псалма. Он простил руку с высоты и взял меня и извлек меня из вод многих. Избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Он благоволит ко мне. Мы привыкли, когда у нас только благоденствие, когда все хорошо, тогда это проявление Божьей благости и благоволения к нам, к нашей семье, к нашему бизнесу, к нашей ситуации, к экономике, что мы успешны, по жизни. Если мы увидим, что царь Давид пишет здесь, то поймем, что у него всегда, у Давида были надежды только на Бога, и что Он на Него уповает. Бог вывел меня из моего бедствия, из моего лыха. с моего лыха вытяг, то есть вывел меня, ибо Он благоволит ко мне, то есть благоволит мне во время моего бедствия, когда так странно звучит, потому что мы привыкли, что благоволение это некая форма успеха, процветания, но благоволение это то, что Бог продвигает дальше нас, вновиде ситуации, в которой мы находимся, рідною мовою читаю, напали на меня они в день несчастья мого, так Господь был моим оперем, и на месте возлога Он ввел меня, Он меня врятовал, потому подобав меня. Как вы думаете слово подобав, что это знает? Что-то я. А, ну да, точно, какое-то интересное слово, я Ему понравился. Послушайте, Он спас меня, потому что Он мне понравился, я Ему понравился. Я тоже хочу, чтобы я нравился Богу. Хорошая мысль, да, вот украинскую думаешь, так цикавая такая, аж до невозможности. Возможно, вам не нравятся все трудности современной реалии, которой мы сегодня с вами живем. А возможно, для тех людей, которые здесь и до войны, не все нравилось, те события, которые окружали их. Есть такие люди. и все, чтобы нам не нравилось, и чтобы тех ситуаций, где мы находимся, то, что мы проходили или проходим, у Бога есть цель, которая у нас ведет посреди всех невзгод и трений. Иначе бы не было благоволения в прохождении этих трудностей. Я вам скажу так, из собственного опыта, когда приходят трудности, ты уплываешь на Бога, и ты видишь, как проходить трудности легче, и ты находишь выход с того, откуда был полный тупик. И это то благоволение, которое Бог дает, чтобы выйти из ситуации, потому что вся наша жизнь, она будет в этих трудностях. Почему? Ну, кто виноват, скажите, кто виноват? Я скажу честно, Адам и Ева. Не верите, читайте Библию. Все началось оттуда. А вообще и раньше еще, тот поганый змей пришел к Еве и говорит, хочешь? Она говорит, почему бы нет? Адам даже не противился этому. И я хочу тоже, да? Все как будто из мультика. Вот это все тянется из этого состояния. Поэтому нам трудности нужно будет переходить. Рабство это не наша цель с вами. Это не наша судьба. Да? Мы не рабы. Мы свободны. Кого сын освободил, тот что? Писание говорит, воистину свободен. Цель наша с вами доля. Цель наша с вами доля. И это относительно всего. Я не говорю только ситуации сейчас, в которой мы находимся, как страна. Я говорю от одиночества. Цель наша доля такого одиночества. поэтому у нас есть собрание, есть общение, есть домашние группы, есть служение. Если вы чувствуете себя в какое-то состояние, вот как бы сильно плохо стало, пойти псамы, учите песни. Кому-то сложно прийти на молитву. Еще какие-то ситуации, служите, друзья. Есть кому послужить. Накорми странного человека, который тебе не может отдать обратного. послужите детям, поедите еще в другие места. Мы в понедельник едем в Херсон. Мы скажем, что вам делать нечего? Есть что делать. Поверьте, там есть что делать. Пастора звонят, плачут. Говорят, у нас просто ситуация безвыходная. Приехали просто волонтеры, привезли еды на 100 человек. Там чуть машину не перенул. Пришло 450. Как им все это раздать? Ни света, ни воды, ничего. А знаете, люди еще говорят, зато свободные. Это не наша доля. Мы выйдем из этого. Это не моя доля, это не ваша тоже. Аминь. Пройдет мир. И все пройдет. Но знаете, что я жду? Я жду мира. не мирского мира, а мира от войны. Придет мир, развеется тьма, перестанут нас бомбить, наступит весна. Получилось, да? Я даже не думал, что так получится. Я надеюсь, хотя бы весной все перестанет. Не разочаровывайтесь продолжительностью войны. И то, что тормозит. Нам хочется, тормозят, не дают, что оно затягивается. Путь победы это долгий путь. И все на этой земле временно. Бог наша защита. И Он благоволит своим для избавления навсегда не только от загарбников катив, а ведь той сволоты и кахочи нам лыха. Вы сказали, рабе, что вы и не вашим, и не нашим. Сужик, ну что делать? Когда три еврейских юноши, которых бросили в печь, а оказалось внутри их четверо, один был подобный Сыну Божьему, по закончанию этой пытки, ну или же казни, они вышли из пламени печи абсолютно невредимыми. И все сразу все поняли. Знаете, что они поняли? С ними надо дружить. Друзья, и с нами будут дружить. Мы пройдем этот ужас, мы выйдем, мы выживем, и с нами захотят дружить. Лишь по одной причине скажет с вами Бог, хотя где ваш Бог, где ваше покрывало, где ваш щит, да? Он наш щит, и он наше упование. И с нами захотят дружить. Ракетные удары, нехватка света, плохой интернет, отсутствие воды или даже газа, это не наше будущее. И пусть враг не пугает нас этим обстоятельствами. У Бога для всех нас есть новые перспективы и лучшие условия жизни, чем это было до вражеского вторжения. Абсолютно. У нас будет совсем другое все. Вы скажете, мечтатель. Слушайте, это денег не стоит. Мечтать денег не стоит. Мечтайте, друзья, думайте. Главное, не трендите языком, извините. У нас с вами есть благоволение через страдания, через голод или холод. Мы будем благословены в выживании. И всем врагам на зло Бог все-таки с нами. И слава Богу, мы не вернемся назад. Не вернемся в Египет. И раступившееся море не пугает нас. Как будто мы все эти условия могут нас поглотить. Знаете, история Ицака, она мне очень интересна тем, что там можно научиться духовным принципам. Принципам доверия и обетования Божьих. Как сегодня говорилось, верности. Смотрите, это было во время голода. А голодоморцы великолыху. Так? Был голод в земле. 26 глава Бытием. Сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. Пошел Ицак к царю филистинскому в Гарар. Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет, живи в земле, которой я скажу тебе, странство по земле, и я буду с тобой, благословлю тебя, ибо тебе, и потом судьбу дам все земли сии и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомство твоему все земли сии, благословляться всеми, все народы земные за то, что Авраам послушался голоса моего и соблюдал, что мною заповедовано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои, еще до Моисея его законы, какие-то были законы Божии, амин, знаете, интересный момент, я немножко пропущу, чтобы времени не забирать очень много, и сел Исаак в земле то и получил в тот год ячменя во сто крат, так богословил его Господь и стал великим человеком всей и возвеличивался больше и больше того, что стал весьма великим, у него было, у него были стада мелкого и скрутного скота и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему, Бог не только говорит Кесаху, а также говорит сегодня ко всем нам, не ходи в Египет, не соглашайся с Египтом, я говорю не только относительно того рабства, которое было в Советском Союзе, я говорю о состоянии вашего здоровья, о том, что у вас может быть что-то с бизнесом не происходит так, возможно нету каких-то успехов, которые вы ожидаете, и вы как будто уходите обратно какое-то рабство, не соглашайся с рабством, не соглашайся с Египтом, там нет свободы, нет безопасности, нет духовного от слова вообще ничего, в рабстве нету свободы, в рабстве нет выбора, в рабстве нету желания даже как бы сказать стать другим, Бог обращается к Кесаху, не нужно искать благоволение где-то где нас нет, но я благословлю, то есть благосклонен к тебе во времена голода, тут когда голод начался еще больше чем при Аврааме Бог говорит, я буду благосклонен к тебе, не ходи в Египет, не нужно, я буду благосклонен, там где ты есть, я буду к тебе благосклонен, теперь то, что ты будешь видеть, ты увидишь мою руку, которая будет тебя благословлять, да несмотря на то, что видят твои глаза, а глаза его конкретно видели безводие, безденежье, вас фактически, когда грабят тебя, забирают, потому что при голоде, если вы посмотрите некоторые исторические данные, то люди при нехватке пищи бросаются в крайности, у нас тоже при начале военных действий, люди, которые сильно хитрые были, пытались ограбить, вынести, увезти, это происходит, а сусуя колодцы воды, у Исаака было, он все перед его глазами, и Бог говорит, не смотри своими глазами, то, что ты видишь, это не твой, это не твой выбор, это не твоя, не твои обстоятельства, да, то, что мы видим с вами, оно пугает, оно не дает надежды, но все-таки, знаете, когда твой скот еще, весь все купанты забирают, это еще хуже, Бог говорит, я буду с тобой, и эта земля благословенна, и она твоя земля, земля твоих детей, и пределок закона моего, я сегодня хочу обратиться к тем, кто смотрит нас в эфире, украинцы, украинки, это наша земля, у тех расподелок, где Господь поставил для нас, детей, детей, наших детей, Бог говорит, я буду с тобой, на этой земле, и ты будешь благословен, в трудностях, ты пройдешь, Исааку говорит, даже если ты видишь все ужасно, видишь, что этот голод, он просто усиливается, это ужас, который происходит, не уходи никуда, я тебя благословлю, Бог твой является твоим ресурсом, твое обеспечение, во всех ситуациях, он твой покров, и невозможное становится возможным, удивительное становится реальностью, я вам скажу, какой один из, одно из, чудо, которое я с вами пережил, не на себе, не на себе, как вы думаете, Сергей Михайлович, вы военный человек, бывший военный, можно ли из ружья сбить самолет, можно, да, детский, я понимаю, да, если он завис, над вашим домом вы прицелились, знаете, так, из того же, как бы, до военного, как бы, помните, в Америке случилось горе, два близнеца взорвали, оттуда произошел потом украинский анекдот, два, еврея, два украинцы ловят рыбу, и тут прилетает кукурузник, раз, бензина не хватило, ба-бах, в сарай, говорит, Василь, тебе в сарай кукурузник влетел, он говорит, яка страна такие террористы, а, это, знаете, из того же, знаете, вот, все, можно ли сбить, вчера был очередной обстрел, вечером я почитал историю, как пулеметчик сбил крылатую ракету, видели, это само по себе история, нету такой ситуации, не было, не было такой ситуации, само по себе это уже чудо, и сразу напомнило ту историю, которую и в прошлую субботу я говорил, как Давид схватил то, что попало ему под руки, вложил в трощу, умелым своим, как бы, умением, да, которое он на тренировался, запустил этот камень, со всего, как бы, как люди говорят, с дури, со всего шумок, сделал, и Бог скорректировал, камушек так, ой, что тот камешек навсегда остался в голове врага, я думаю, что тут та же самая история, молодой парень взял то, что у него было под рукой, тот, с чем он знаком, просто стрелял и защищал страну, и Бог скорректировал, так, что сбил крылатую ракету, Бог будет корректировать, над Ицаком смеялись люди, во время голода и засухи, над тем, что он сеял верой в Бога, но потом они стали ему завидовать, доверие Богу, не уходи, народ, не уезжай, не уходи, доверяй Богу, в самой трудной, в скруте, я буду с вами, возможно, над нами насмехались наши соседи, их раздражала наша самоотверженность, сопротивление, и мы в конечном счете победим, и дальше посреди разрухи, выжженной земли, Украина, и с ней все мы выстроим новое, из пепла восставшие города и села, и наши соседи нам станут завидовать, потому что у нас есть Бог, Бог не просто с нами, Он с нами через молитвы миллионов людей, миллионов, многие из вас может быть не знают, три дня назад прошла многомиллионная молитва христиан в Эфиопии, в Эфиопии, ладно в Америке, там где-то в Ватикане, в Эфиопии миллионы людей молились за Украину, христиане молились, так скажите мне, оружие сильнее? это не только задача верующих в мире людей молиться за нас, это наш приоритет стоять в проломе разрушенной стены, разрушенных границ, в молитве для восстановления общества, в единстве и поддержке друг друга, где мы станем друзьями, братьями и сестрами, и где бы мы ни были, украинцы, украинцы, украинки, не падайте духом, если вы нас смотрите где-то в Америке, Канаде, в Израиле, Аргентине, Австралии, где бы вы ни были, не падайте духом, мы обязательно все это пройдем, в один день закончится война, мы выстоим и все восстановим, все это возможно только в Боге, в благословении, Его мы можем только жить, без Него мы не можем делать ничего, только наша вера в Него, только измененной жизнью мы можем сделать невидимое и невероятное, мы станем дружной, неделимой семьей, в которой враг даже не догадывался, они все-таки думали, что мы разные, разобщенные, ненавидим друг друга, ошиблись, и если мы считаем, что крещение Руси в Киеве это наша история незламности, тогда мы должны еще раз креститься в реальность Бога, мы должны в это время сказать Богу да, мы должны сделать шаг и окунуться с головой в его призвание и креститься в Машеяха Ишуа, принял его своим Господом и Спасителем, стать одной целью, чтобы молиться Богу, который может сильно нам помочь, верить в Бога Израилева и Он поможет нам, и помнить при этом, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, да знаем потому что тем, кто любит Бога, кто поклыканный Его постановою, уседа помогает на добро, не просто благо, а на добро, и моя молитва о всех нас, и надеюсь, вы присоединитесь к моей молитве к Богу, что Он поможет нашим воинам и нашему президенту, и надеюсь, вы будете стоять в этой молитве, как написано в Псалме в 17-м, я продолжу, Давид пишет, 37-й стих и по 50-й, там много, услышьте слова, которые пишет Давид, я верю, что это касается нашей ситуации, мы можем так молиться, и будем молиться за наших защитников, за нашего президента, ты расширяешь мой шаг подо мною, и не поколеблется ноги мои, наступление, ты расширяешь шаг мой подо мною, не поколеблется ноги мои, я преследую врагов моих, и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их, поражаю их, и они не могут встать, падают под ногами моими, ибо ты припоясал меня силою для войны, низложил под ноги мои восставших на меня, ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня, они вопиют, но нет спасающего к Господу, но он не мельмлет им, я рассеиваю их, как прах перед лицом ветра, как уличную грязь попираю их, ты избавил меня от мятежного народа, поставил меня главою иноплеменников, под главою, поставил Бог главою на многонациональным народом Украины, народ, которого я не знал, служит мне, по одному слуху о мне, повинуется мне, иноплеменники ласкательствуют предо мною, иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих, жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасения моего, Бог мстящий за меня и покоряющий мне народы, избавляющий меня от врагов моих, ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня, зато буду славить тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени твоему. Я еще хочу молиться за то, чтобы Бог дал нам благоволение быть с нами независимо от обстоятельств и давайте мы просто будем благодарны Богу за все, за все, за все, за все. Как, знаете, история с Иовом. Все его читали и у меня выпала такая вот маленькая фраза, которая написана во втором главе, 7-8 стих. И сказала ему его жинка, ты шимичном тримаешься невинности своей. Народ Украины, мы говорим все, за что? Ну, не за что. Нет причины, ну, не было никакой причины. Как будто мы невинны, да, вот мы все равно сражаемся, говорим, нету причины, нет, ни языковой, ни какой-то расовой, нет было причины. Проклини Бога и помнешь. А он до нее сказал, ты говоришь вот так, как говорит какая-то из божевельных. что, чем мы будем приймать от Бога добре, а злого не приймем? при всем том, что, не грешил своими уставами. Мы стоим, друзья, мы стоим, друзья, уставим, потому что, украинцы. И что бы нам не сказали, мы можем разговаривать нашу ридную с народжением мовы, чьи-то российскую, болгарскую, грецькую, юдейскую, даже английскую, кто так народился. Но мы здесь, в этом Богом дании нам стране. И моя молитва правців цього дивного сполучения разных областей, народов, людей. Моя молитва за ВСУ, за тил, за усіх волонтерів, батьків, дітей. За тих, хто нас підтримує. Бо є Бог, якому мы віддадим почесть. Відповідь будемо тримати біля Нього і перед Ним. Друзі, давайте ми просто сейчас встанем наші ноги і осознаває, що Бог, він нас любить. Якщо не так, за три дня було б все решено. Але він ускорив наш шаг. Він дает нам разойтись, особено для верующих, не уйти, а наоборот, ускорить наш шаг в помощі друг к другу, в помощі там, де она нужна. Накормить голодного, обогреть тех, кто замерзает, одеть те, у кого нет, що одеть, сок хлеба разделить. І саме головне молитва к Богу. Молитва к тому, хто сотворив весь мир і нас с вами. Дыхання жизни в Його руках. І якщо б не він, гдє б ми були сьогодні. Паэтом в цій пісні, в салми, давайте просто обратимся к Богу, к молитве Боже. Якщо я в цій скрути, будь ласка, дуже прошу, тату. будь той допомогою, благосклонності, толкає мене із тих ситуацій, котрій я попав, щоб я увидел благоденствие во мене, моїх детях, моїх внуках і до тисячі покоління. Дякую.